С домашним теплом и аутентичными рецептами блюд. В скоках прошел фестиваль традиционной белорусской кухни. Торжественное открытие праздника началось с костюмированного шествия по центральной улице деревни. А уже в историческом месте, усадьбе Немцевичей, по дворе со всего Брестского района ожидали строгое жюри и боролись за главный приз. На праздники побывали и наши корреспонденты. Давайте познакомимся. Девчата мы веселые. А главное, работаем здесь много-много лет. Несмотря на жару, в парке-усадьбе Немцевичей было многолюдно. Здесь прошел третий фестиваль традиционной белорусской кухни. Три года назад у нас зародилась идея провести мероприятие, которое интересно было бы жителям не только Брестского района, но и гостей, которые приезжают к нам из других регионов нашей области. У нас уже участвует 24 подворья. Если первый год было 16, потом 18, в этом году 24 участника, которые изъявили желание показать свои навыки по приготовлению пищи. За главный приз боролись подворья, которые представляли различные учреждения Брестского района. Некоторые участвовали впервые и сразу же смогли удивить жюри не только ароматными белорусскими блюдами, но и интересным представлением, подчеркивающим традиции богатой белорусской культуры. Всех гостей поздравляем с праздником. Да, действительно, наша школа впервые принимает участие. Долго готовились, как учителя, как дети, как и родители. Много всего сделано. Пироги испечены, торты испечены, яблоки запеченные. Все было у нас сегодня на столе. Яркая концертная программа, исторические реконструкции, ярмарки и розыгрыши. Все это ждало гостей фестиваля. Интересно, просто красиво. Хорошо, что сделали такое мероприятие. Все так весело, шумно, такая движуха. Тут и кабачки фаршированные, баклажаны, и пирожки разные, и сальса, и наливочка. Такой праздник. И вспоминаешь, в какой ты стране живешь, изобильная, прекрасная, ясная, светлая, радостная. Да? Абсолютно. Фестиваль проводится с целью сохранения, развития и популяризации традиционной белорусской кухни, поддержки мастеров народного творчества и укрепления межрегиональных культурных связей. Екатерина Шитько, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».